Добрый день, 13.07 на часах. Меня зовут Владимир Сметанин. Приветствую вас. Прямо сегодня у нас какой-то эфир контраста. В предыдущие два часа у нас три дамы были в студии, а сейчас трое мужчин, но четверо, если учитывать нашего звуко-режиссера. Представляю с удовольствием гостей студии. Валентин Пугач, ректор Ветского государственного университета. Валентин Николаевич, добрый день. Добрый день. И Александр Зорин, исполняющий обязанности министра информационных технологий и связи Кировской области. Добрый день. Как начался сегодня день? 1 сентября, где идет Валентин Николаевич? День сегодня начался с подписания соглашения между правительством области, университетом и вновь созданной структурой в правительстве Кировской области. Это центр трудоустройства студентов. Это впервые такая структура создается? Да, да, да. Это в дополнение к службе занятости. Сейчас у нас специализированная маленькая организация есть, которая будет заниматься анализом взаимоотношений всех потребностей работодателей Кировской области, при том всех отраслей, и анализом, как высшие и средние учебные заведения нашей области обеспечивают кадрами всех наших работодателей, все отрасли. И, соответственно, будет глубокий анализ осуществляться, после этого будут определяться, какие отрасли в наибольшей степени нуждаются в молодых специалистах, будут подписываться соглашения о выплате областных стипендий студентам, обучающихся в средних и высших учебных заведениях, с гарантией, что они будут потом трудоустраиваться как раз у этих работодателей. Интуиция мне подсказывает, что при этом предшествовала большая и серьезная пропагандовая работа. Безусловно. Не одного дня такое решение. Безусловно. Это такой уже сухой остаток многих анализов, обсуждений, предложений. И, соответственно, там Курдюмов, заместитель губернатора Дмитрия Александровича и министр образования Кировской области, они, обобщив все пожелания, которые звучали и от работодателей, и от предприятий, и от молодежи, вот встречи были со студентами, они приняли решение такую службу создать, я считаю, очень своевременно. Нам нужно закреплять лучших молодых специалистов, чтобы они не только после школы не уезжали, чтобы они и после окончания вузов и СУЗов оставались в регионах, в своих районах, и работали на предприятиях тех, где они в наибольшей степени нужны по специальности. Ну, еще один вопрос задам, по поводу нашей темы. Все-таки тема, да, интересная, я думаю, отдельно стоит об этом поговорить. Чуть позже, насколько это долгоиграющая вообще и перспективная тема, да? Ну, именно задача и обсуждалась, что нужно играть в долгую, что нужно строить такую долгосрочную стратегию насыщения кадрами экономики региона, молодыми кадрами. Каждый студент окажется под этой заботой? Нет, не каждый, только самое лучшее. Во-первых, только самое лучшее. Во-вторых, только по тем специальностям, которые там наиболее востребованы будут. Соответственно, и СУЗы, и ВУЗы должны очень гибко реагировать на пожелания работодателей. И вот и с теми, кто изъявил желание, готов и может работать, с ними будут подписываться соглашения о трехлетнем контракте, грубо говоря, по отработке на тех предприятиях и на тех муниципальных образованиях, где они велят. А за это они будут получать повышенную губернаторскую стипендию. И это очень правильно. Но я предлагаю посвятиться этому отдельному программу, да, конечно же, когда будет с первой уже практической шаги, да, Александр Владимирович. Да, буквально два слова. Мы тоже лицо заинтересованное. Да, два слова буквально скажу о том, что в настоящее время мы с коллегами у Валентины Николаевича прорабатываем вопрос о том, чтобы лучше IT-специалисты приходили в секретарь госуправления. И сейчас мы готовим, прорабатываем решение в отношении ребят, которые закончили университет в прошлом году, и с тем, чтобы предложить им варианты трудоустройства. И мы начнем с Министерства информационной технологии и связи, а в нашем министерстве... А вы испытываете в виде дефицита? Нам нужны лучше IT-специалисты. Лучше, лучше, самые смешки. Именно так. Иначе они свои задачи, которые ставят перед собой планы, они не реализуются со слабыми специалистами. А от IT-отрасли, кстати, у Александра Владимировича еще сложнее в его министерстве, потому что специалисты IT-сферы без проблем находят себе работу в бизнесе на очень хорошие зарплаты. Даже молодые специалисты, кстати, мы проводили у себя анкетирование. Самые трудоустроенные студенты, не получившие еще диплом после второго-третьего курса... Это IT-шники. Где-то более половины уже где-то работают. То есть тут просто огромный вопрос. Поэтому заманить ему на скромную зарплату государственного служащего мега-специалистов, там за ними в очередь уже стоят наши IT-компании кировские, и просто крупные предприятия, где есть свои IT-службы, там в очередь стоят. Я думаю, что сейчас не одна крупная уважающаяся компания, все они прекрасно понимают, что не развивают эту отрасль, именно IT. Просто невозможно двигаться вперед. Они не коллегча способны. Вот мы плавно переходим таким образом к нашей основной теме. Тема очень интересная, важная, серьезная. Интуиция подсказывает, что она одна из приоритетных, видимо, сейчас у нас в рамках страны становится. Буквально недавно, в конце июля, стало известно, что по поручению президента Владимира Путина была разработана и утверждена программа под названием «Цифровая экономика Российской Федерации». Коя-какая информация уже в СМИ об этом появилась, и в рамках вот этой программы утверждены уже пять базовых направлений. Это нормативное регулирование, кадры и образование, собственно, да, Валентин Николаевич, тут ваша сфера, да, подготовка IT-специалистов, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструктура и информационная безопасность. Очень такие серьезные слова, серьезные направления. Их только перечислять долго, а каждая из этих сфер – это целый мир. Давайте подробно сейчас будем разбираться. Начнем, собственно, с базового понятия. Что же такое цифровая экономика Российской Федерации? Александр Компин, давайте я сначала расскажу. Цифровая экономика – это экономика построена на использовании цифровых данных при создании любых продуктов, любых услуг для граждан. Например, это что должно означать с точки зрения, например, получения госуслуг, потому что основное взаимодействие здесь идет у нас граждан, это взаимодействие при услугах. И хочу сказать о том, что, к примеру, как должно быть, ну, к примеру, у меня недавно, там, 3 месяца назад родилась дочка, как должно быть, как должны работать госуслуги, да, спасибо, как должны работать госуслуги, они должны быть проактивными, мне должна прийти, собственно говоря, информация о том, что, собственно говоря, Александр Владимирович, поздравляем с сражением дочери, вы можете получить набор техных услуг, я должен поставить там по смс, либо там мессенджер, где угодно, там галочки, я хочу их получить или нет, и они должны уйти и работать таким активным образом. То есть, собственно, работают алгоритмы. Пройдётся человек, то есть сразу же система тебе присылает запрос, сельство рождения хотите, хотим, записаться в детское учреждение образовательное хотите, хотим, тут же все записываем, все услуги получаем. Именно так, работают алгоритмы, не работает не человек, работают алгоритмы. Притом, это должно осуществляться от рождения до смерти человека. Ну, так, грубо говоря, в течение всего жизненного цикла человека, по аналогии с продукцией, он должен быть в поле зрения государства, и государство в фоновом, незаметном режиме должно проводить различную работу по учёту, значит, обмена информацией, получение информации от человека и к человеку, и, соответственно, там, набор государственных услуг, и те, которые есть, и те, которые ещё не созданы, но уже запланированы, и те, которых вообще ещё только надо придумать, чтобы человек по максимуму был освобождён от необходимости ходить собирать справки, как куда-то чего-то там передавать, их стоят в каких-то очередях и так далее. Да, именно так. И причём, в настоящее время, вот если вы посмотрите в прямом виде, в настоящее время тема, связанная с госсектором, с сектором государственного управления, она в настоящее время отсутствует в самой программе цифровой экономики, но она, собственно говоря, там, международно начитается. Я думаю, что в ближайшее время, скорее всего, будут вынесены изменения и отдельно появится раздел, собственно говоря, госуправления. Почему? Потому что, на мой взгляд, там нельзя нарастить мясо, если не будет скелетом. А скелетом, собственно говоря, в силу развития является, конечно, сектор госуправления. Что ещё означает цифровая экономика для граждан? Конечно, мы сейчас сказали, что с точки зрения госуправления это умная информационная система, это алгоритмы. Что касается реальности сектора экономики, это искусственный интеллект, это робототехника, это информативные вещи. Вот основные ключевые направления, которые здесь должны быть сделаны. И исходя вот из этих-то, из такой потребности цифровой трансформации, вообще, собственно говоря, в ближайшее время будет, ну, действительно, сегодня коллеги говорят о новой технологической революции. То есть, сегодня колоссальные изменения должны пройти по всем направлениям. И почему важно, что огромное вам большое признательность за то, что мы сегодня, с одной стороны, там, представители уровня власти, а с другой стороны, руководители сегодня, там, опорного университета Кировской области. Без науки, без опорных университетов ни одному региону с этой задачей не справиться. И, собственно говоря, там, те посылы, которые сегодня есть у бизнеса, у, собственно говоря, там, у реальности этой экономики, они опережают готовность сегодня госсектора. И сегодня, именно вот такой, такой прорыв мы можем обеспечить, технологический прорыв, прорыв госуправления, мы можем обеспечить только работая вместе с опорным университетом. Ну, а мы, соответственно... Трудно поспорить. Да. Здесь абсолютно верно. Другой вопрос, что, как у меня, как у ректора болит голова, как, какие изменения необходимо сделать в учебном процессе. Да. Какие изменения в учебных планах, притом не только в айтишных специальностях. Это вам все самостоятельно придется продумывать? Конечно. Это стратегия университета. Помощь не откуда. Помощь какая? Нас вот регулярно министерство образования собирает на различную учебу, на круглые столы, на совещания, на предмет того, что у нас спрашивают, как вы собираетесь реагировать на изменения требований времени. И, соответственно, а учитывая, что образование, высшее образование, профессиональное, это, ну, такой инерционный процесс, надо подобрать кадры, нужно разработать учебные планы. Программа реализуется в течение четырех, либо шести лет Вакаларовская, магистрская. И результаты нашей работы, наших изменений, будут заметны только через 4-6 и большее время. Соответственно, если мы сейчас оперативно не начнем со своими коллегами и с органами госвласти обсуждать и планировать какие-то изменения в учебном процессе, если мы сейчас это не будем делать, то мы будем отставать хронически. Мы будем готовить специалиста прошлого, а не специалиста будущего. Поэтому мы встречаемся каждую неделю. Я понимаю, что мы плотом достаточно работать, конечно. Давайте небольшую паузу сделаем, через полминуты продолжим нашу беседу. Продолжается наша беседа с Валентином Пугачем, ректором Бевятского госуниверситета и Александром Зориным, исполняющим обязанности министра информационных технологий и связи Кировской области. Программа цифровая экономика Российской Федерации, которая была недавно, буквально три недели назад утверждена. Все это уже опубликовано, и мы говорим, пытаемся поговорить, будем говорить во всех нюансах реализации этого проекта. Хочу спросить, а мы, простите, не запаздываем с реализацией всего этого? Может быть, это нужно было делать раньше, намного раньше? В какой-то степени можно говорить, что мы в чем-то опаздываем. В какой-то степени, например, то, что у нас традиционно в нашем университете были очень сильные айтишные факультеты, и мы готовили федерального и мирового уровня специалистов, которые пользуются авторитетом и являются ядром всей информационной структуры. В этом плане мы работали давно и своевременно. Жизнь меняется каждый день, и тут очень важно самим нам всем меняться каждый день. Если это делать адекватно, видите, мы немножко там, бежать вперед сложно, потому что многие профессии, многие компетенции, которые сейчас вот востребованы, они десять лет назад их вообще не существовало. Не существовало интернет и вещей, не существовало бигдейт, не существовало блокчейн, не существовало, вот криптовалюты, электронных денег. Жизнь настолько быстро ускоряется, и новые явления появляются только сейчас. И поэтому запланировать десять лет назад, что нужно готовить было специалистов по этим направлениям, мы не могли. потому что это только футурологи и фантасты об этом только это говорили. А сейчас это уже и присутствует, пока не доминирует в каких-то вещах, но будет точно развиваться, поэтому наша задача понимать, чему учить студентов. Вы сейчас объективно представляете, что от вас потребует включение участия? Это является, насколько вы готовы к этому? Нет, не до конца. Не до конца. Нужно обсуждать это с коллегами, с внешними. Нужно обсуждать это внутри коллектива. Нужно думать, ну хорошо, мы будем понимать требования, к чему учить студентов. А что мне делать с преподавателями, которые учились десять, двадцать, тридцать лет назад? Мне же их нужно сейчас переучивать, повышать квалификацию. Перезагружать. Перезагружать. Люди не всегда это готовы делать. И это непростая задача. И тут очень важно, с одной стороны меняться, с другой стороны не сломать школу, традицию. Математика, она, ну понятно, что она вечная, и она будет всегда. И там, языки программирования меняются, а математические инструментарии остаются. Поэтому, здесь сочетание традиций, классики, фундаментальных знаний и инноваций. Очень непростая задача. Александр Владимирович, давайте все-таки еще вернемся к тому, и конкретно поговорим о том, а что конкретно человек получит в результате реализации этой программы, в результате цифровой революции. Вот что, сейчас наши слушатели услышали, Мау сказали здорово, мы хотим это как можно быстрее готовить всеми силами способствовать. что для конечного жителей Кировской области должно это означать, как и для любого гражданина Российской Федерации, в целом, это повышение качества жизни. Безусловно. Причем, с точки зрения, допустим, вы знаете, у нас сегодня в ряде европейских стран сегодня обсуждался проект, связанный как раз с максимальной производительностью а в реальном секторе экономики, б в государственном секторе экономики, и обсуждался проект, и эксперимент проводился такой, если не ошибаюсь, он назывался уменённый доход, собственно говоря, не работаешь, докуда получаешь. Сказочная история о том, почему? Потому что роботы приходят, потому что приходят алгоритмы, которые создают непосредственно тот конечный продукт, который нужен. Соответственно, собственно говоря, идёт сокращение ручного труда. Когда идёт сокращение вышвобождации... Во всех отраслях народного хозяйства, как по-старому говорили, притом в таких, казалось бы, высокотехнологичных. Банковский сектор, торговля, там, я не говорю про промышленные предприятия. Очевидная тенденция последнего десятилетия, это вытеснение человека из всех сфер рутинной такой механической работы. И умственной, и физической. Соответственно, безлюдные фабрики, сокращение персонала в банках, в магазинах, интернет-торговля. Торговые центры будут безлюдные, если они вообще останутся через десять лет. Сельское хозяйство, автоматизация полная. И высвобождаются люди. Чем люди будут заниматься в этом случае? И вот в крупных таких промышленно развитых странах встал вопрос, а чем будут заниматься высвобожденные люди? Да, кто-то уйдет в сферу сервиса. Но я не думаю, что... Обслуживание? Обслуживание, обслуживание, значит, искусство, развлечение, значит, вот такие творческие вещи, где роботы еще нас не могут заменить. Но это в таком количестве сфера услуг не примет всех высвобождаемых людей. Кем эти люди должны заниматься? И вот там некоторые страны, типа Норвегии, Голландии, Швеции, они для себя приняли решение, что им выгоднее, проще договориться с обществом, и часть людей будут получать фиксированное жизненное содержание ежемесячно за то, чтобы они ничего не делали. О как! Да, именно так. Причем там исследование направлено на то, что, грубо говоря, 2000 долларов ежемесячный доход, и что люди с этим делают? Как они проводят свое время? На что направлена, собственно говоря, их энергия? Да, да, да. Кто-то будет тратить на путешествия, кто-то будет себя самореализовывать в творческом плане, а кто-то пойдет наркотики покупать, грубо говоря, от безделий и начнет деградировать. Вот. И эта проблема есть. Ну, я не думаю, что у нас такая ситуация прямо возникнет завтра, но то, что сокращение в результате внедрения новых технологий на предприятиях и организациях будет происходить в ближайшие 10-15 лет, это очевидно, и к этому надо быть готовы. И это мы, в том числе, будем наблюдать в нашем регионе. Слушайте, это настолько очень быстро, и почему нам сегодня важно, вместе с опорным университетом, просчитать те риски и, собственно говоря, решения на эти вызовы. Мы должны сегодня обществу дать решения на эти вызовы. Собственно говоря, сегодня что имеем в виду? Еще, не знаю, десять лет назад у нас поля, которые там находятся, вы знаете, вообще, честно говоря, схема расселения, которая была в советское время, они, грубо говоря, берем южные районы или северные районы, населенные пункты, они рассчитывались, в том числе, и производственная база рассчитывалась с того, сколько они смогут создавать, обрабатывать, там, земель, сельскохозяйство, берем, и так далее. Вот это агломерация. Да, именно. А сегодня, собственно, трактор с Кирова приезжает, например, в Ужумский район, и опахивает один, то есть производительность немерим возросла. Тогда вопрос заключается в том, а что делать людям, которые там живут? И мы в свое время не дали ответ на этот вызов, но сегодня он стоит еще острее. И сегодня, собственно говоря, там, завтра роботы все это будут делать. Робот, собственно говоря, робот-актор, выезжает, собственно говоря, опахивает поля своевременно все это делать, не смотря ни на погону. Да, именно так. И это вот-вот оно пройдет, и, на мой взгляд, конечно, не 10-15, но 5-7 лет. Мой прогноз, это 5-7 лет это все вот-вот выйдет. У нас сегодня, собственно, ряд автогигантов сегодня, ну, не ряд, один автогигант, практически приняло решение о том, что он переходит там на электро, собственно говоря, с бензинового двигателя уходит на электродвигатель, а следующий шаг – это роботы. КАМАЗ вы имеете в виду? Нет. КАМАЗ шагастает в Японии? Да. И у нас это не странно. Но все приходит очень быстро. И я уверяю, в ближайшее время у нас появятся тракторы, которые самостоятельно будут опахивать, собственно, гектары, сотни-тысячи гектаров земель и, собственно говоря, там, пахать, перерабатывать, собирать урожай и, собственно, создавать конечный продукт для потребителей. И человеку здесь будет, ну, просто, минимальное будет участие. И сегодня, если вы по программе цифровой экономики говорим, основной спрос, который сегодня воздравляет на людей по политическим ресурсам, это люди-аналитики. Люди, которые сегодня собирают, получают, которые сегодня принимают решения на основании анализа больших данных. Очень больших данных. Да. И спрос на аналитиков. Именно вот здесь, собственно, научная школа должна сегодня перенитываться и дать сегодня рынку и, прежде всего, госуправлению вот таких людей. людей, которые готовы принимать решения в быстро изменяющихся условиях и с большим анализом данных. Ну, на примитивном уровне. Раньше в муниципалитетах, в органах власти, региональных, федеральных, но начальники большие и маленькие, они принимали решения на основании, там, ограниченного количества информации. Вот пришла, пришла докладная записка. В ней написано, что вот там надо строить новый водопровод, да, в город. А сейчас информации очень много. Информация самая различная. Она противоречивая. Ее нужно, там, невозможно переварить, все прочитать. А иначе, если ты, там, не будешь, там, ну, правильно обрабатывать эту информацию, ты будешь принимать неправильные решения, которые будут приводить к серьезным последствиям. Научить людей работать с большими данными, это непросто. Этому нужно специально учиться. Да, есть алгоритмы уже электронные, которые позволяют из вот этой разной противоречивой информации улавливать тренды, тенденции и подсказывать людям, принимающим решения, на что они должны обращать внимание. Какие факторы будут воздействовать в ближайшее время. Это мы такие фрагментарные... Я, вы знаете, сейчас приводим по-доброму. Внутренне улыбаюсь. Я вспомнил замечательное творение Носова, не знаю, как в солнечном городе. Я недавно читал его ребёнку своему. Когда они приехали туда, в этот солнечный город, и там всё автоматизировано и вращающиеся дома, не надо искать нужный подъезд, он сам к тебе повернётся, этот самый дом... Кстати, умный город, они... Я аналогии сейчас провожу, да. Да, кстати, да. Умный город – один из проектов этой программы, и там, соответственно, подчёркнул бы сломается. А подробнее можете рассказать? Ну, проект... Ну, после давайте рекламу немножко. Хорошо. Подолжим скоро. Сегодня мы рисуем такую лучезарную светлую картину недалёкого уже будущего нашей жизни, цифровая экономика Российской Федерации, что она предполагает, и что будет реализовываться у нас, в этом регионе. Владимир, она не факт, что она лучезарная, она просто другая. Это Валентин Пугач, напомню, ректор Рядского боссуниверситета. И вот эта лучезарность, она будет в случае, если мы успешно справимся с этими задачами. Валентин Пугач, потому что если... Кстати, простите, мы поговорили о том, что люди смогут заниматься более, не знаю, любимыми ими вещами, если они себя найдут для новой экономики. А от них-то что-то потребуется? И что будет с теми, кто вот тут... Ну, вот никак не сможет перестроиться на новые рельсы, ведь будут такие обязательные люди? Будет формироваться, будут меняться соотношения... Ну, знаете, вспомните, в 80-е, 70-е годы, кто был... В 80-е я еще помню. Кто был самый уважаемый человек в обществе, в городе? Ну, так... Инженер? Нет, нет, нет. Простой рабочий? Нет. Мясник, значит, на рынке. А, который мог достать... Заведующий магазином, значит, каким-то... завскладом каким-нибудь, у которого были дефициты, к нему ходили, это уважаемый человек, ему давали, значит, билеты в театр, там, его приглашали на торжественное собрание, его приглашали на самую... Там, механик автосервиса, который тебе машину может... Смотрите, а сейчас это, как бы... Это элита? Нет, сейчас не элита. Сейчас, наверное, там какая-то другая элита, можно поговорить на эту тему. А вот кто будет элитой в обществе, уважаемым, востребованным с точки зрения зарплат, там, преференции, значит, проблем с карьерой, в этом смысле элита. Кто будет через 5-10 лет, это совсем другие люди, это те люди, которые быстро адаптировались к вот этой цифровой экономике. При том, цифровая экономика, она же строится не только потому, что мы ее будем строить. Жизнь сама к нам придет. Другой вопрос, это будут западные решения технологические или наши отечественные. мы будем платить... Это принципиальная разница? Конечно. Мы будем платить Майкрософту, значит, за Windows, и, значит, и производителям компьютерной вычислительной техники или программных продуктов за границу, или будут наши отечественные компании, мировые лидеры, и они будут, значит, платить деньги в бюджет, зарабатывая миллиарды. Ну, собственно, револьверами снова в науку, да, запускаем, новые продукты создаем. Безусловно. А раз это будут, да, поступления в бюджет, это будет уже как вложение государства о развитии образования и науки. Все-таки, возвращаясь к вопросу, да, что будет с теми, это не сможет перестроиться. Нынешние взрослые люди, это они уже будут, ну, каким-то образом уже потеряны, и больше тут нужно будет делать ставку на молодое, подрастающее поколение вообще. Не высшая школа только затрагивается. Ну, общая, среднеобразовательная школа, лицея, по поводу образования, сложные вещи вы сразу затрагиваете. Конечно. Однозначно, уже сейчас понятно, что учиться, получать новые профессии, новые знания или новые компетенции, если раньше можно было закончить в молодости институт, и всю жизнь работать, накапливая профессиональный опыт, и ты становился все более лучшим специалистом. то сейчас, если ты каждые 5-7 лет не прошел переподготовку, повышение квалификации, не получил новое образование, высшее, среднее, там, дополнительное, не прослушал онлайн-курсы, то ты все более встаешь от реалий, и ты становишься неконкурентоспособным. Поэтому те взрослые, те старшие поколения, которые, ну, смотрите, у нас же ажиотажный спрос и в университете, и там, и в городских, и в областных проектах, университет второго, там, третьего возраста, записываются с удовольствием, то есть, продвинутые пенсионеры, взрослые люди, старшее поколение, они понимают, что там, без этого нельзя, и они уже там, очень многие пользуются госуслугами, электронные почты, новости читают, регистрируются себе в поликлинику через интернет, и так далее, и так далее. Ну, там, это конкуренция. Кстати, добавлю, вот на прошлой неделе, как раз с Алексеем Козыревым, это замениться в Минкомсвязи, разговаривали, как раз, о реализации информационного общества, готовности Кировской области к реализации проекта госпрограммы цифровой экономики России. Разговаривали, его презентовали. мы встречались, у нас хорошая встреча, но сейчас мы проводим подобные встречи, с точки зрения подведения итогов и перспектив на будущее. И, как раз, один из моментов, которые были, точнее, два ключевых момента, которые коллеги у нас в Москве отметили положительно в Кировской области. Первое, это, как дословно практически говорят, крутишь проект по повышению комитетной грамотности, с одной стороны, потому что сейчас, если вы посмотрите, порядка 100 тысяч человек уже прошло, да? Более 100 тысяч, да, да, да. И у нас сегодня, смотрите, у нас в рамках проекта цифрового, госпрограмма цифровая экономика, дорожную карту, когда там смотрите, там как раз одно из направлений, это направление непрерывного повышения квалификации населения Российской Федерации. То есть, то, о чем я говорил, что? Что имеется в виду конкретно? Ну, глупо говоря, тоже, Валентин Николаевич о чем я говорил, то есть, постоянно повышение квалификации новых знаний. Учеба. Получение новых знаний. Как специалиста. Да, именно, на безвозмездной основе. Как специалиста и как просто потребителя услуг. Да, да. Готовность людей к цифровой экономике, получать цифровые услуги, собственно, создавать новые продукты и так далее. То есть, он должен включиться о том, что вы говорили, как люди должны включиться в эту программу. Это направление, то есть, этот вызов принят, угроза эта понятна с точки зрения и сегодня по нему дано решение. И то, что сегодня Кировская область совместно с опорным университетом, в принципе, уже эту тему качают и свои решения дают, это очень здорово. Я надеюсь, что, собственно говоря, мы сможем в том числе по этому направлению поучаствовать не только в рамках госпрограммы и поучаствовать для этих решений не только для Кировской области, в целом для России. Посмотрим это дальше. Уже опыт в решении этой проблемы у нас есть. Мы с четырнадцатого года масштабно с четырнадцатого года начали давать на безвозмездной основе эти знания нашему населению. И, кстати, вот вчера буквально мы встречались с компанией Рубикон, мы запускаем во-первых, мы тоже с ними сотрудничаем. с компанией Рубикон мы запускаем систему, собственно говоря, повышения цифровой грамотности населения по компьютерной безопасности, по кибербезопасности тоже одно из направлений. Коллеги на безвозмездной основе готовят необходимый материал и разработают эту программу и мы ее запускаем. Я думаю, в дальнейшем мы у коллеги Светлана Николаевича обсудим эффективность этой программы и, собственно, подкорректируем. Потом такие масштабные проекты, я думаю, запустим этим нужно заниматься. Это будут и занятия, и публикации все возможные. Абсолютно верно. И причем оффлайн и потому что у нас большинство населения, как мы там, что бы ни говорили, оно сегодня аналоговое. Они сегодня работают в оффлайн, они сегодня работают с печатными изданиями. Поэтому через печатные издания их нужно готовить к тому, что, собственно говоря, заходя в интернет, компьютерного зала дела. Сейчас, например, на бытовом уровне. Сейчас очень многие покупают, продают машины, земельные участки, личные вещи, обувь, предметы обихода через электронные торги. Очень специализированные площадки для этого есть. Да. Но делают ошибки, и те делают. Да. Делают ошибки. Появляются мошенники, их обманывают. То есть, здесь тоже нужно знать, надо учесть на чужих ошибках, не на своих. Понятно, что ты перечислил деньги, тебе товар там не пришел, или отправил товар, тебе деньги не пришли. Ну и соответственно. Каждый день новости эти читают. Да. Поэтому проект мы сегодня запускаем. Кстати, хочу еще, Владимир Владимирович, перебил, хочу еще добавить два направления, которые мы отметили. Это повышение компьютерной грамотности, цифровой грамотности, которую мы запустили раньше, чем запустила вся Россия. И, собственно говоря, рядом основ, там методические рекомендации коллеги просят им на проект и, собственно говоря, организационные все вещи. Мы это коллегам направим, и я думаю, что они будут учтены, и наш опыт, обложительный опыт Кировской области будет использована для всей Российской Федерации. Но еще, знаете, ключевой момент, в том году мы провели первый в регионе айтишный форум гос.ит, и на самом-то деле мы говорили не столько и не сколько про гос.ит, сколько на самом-то деле мы говорили про цифровую экономику. И коллеги, что еще отметили, вот Лисей Кузырев, чтобы отметил, он один из первых регионов, который начинает решение проблем, там, грубо, развития региона совместно с опором на университет. Это прямо так прием выстраивает эти отношения системной основы. Все-нибудь в Москве, у коллег сегодня есть с точки зрения проблемы. И вот такой подход, он правильный как, ну собственно положительный опыт для всей Российской Федерации и для других регионов, он точно так же будет там рекомендован и работать еще раз. Сегодня там ни одна, ни один регион не сможет развиваться, если органы гос.власти будут работать не совместно с опорным университетом. Именно опорный университет является носителем новой идеологии, философии, изменений на системную историю. Я правильно понимаю или неправильно? Программа есть, программа утверждена, но конкретные инструкции, детализация, она постепенно будет появляться? Сейчас есть алгоритм поставленной цели, что мы строим цифровую экономику в России и прописан алгоритм, как мы будем к этому двигаться. Но что будет внутри, какие решения будут приниматься, безусловно, это по ходу жизнь будет сама выдвигаться. А сейчас мы можем уже за оставшиеся 3 минут анонсировать первые шаги именно в нашей области? Они у нас на самом деле уже идут. Ключевое направление это инфраструктура. сегодня понятно сегодня вопрос, который и Вы задавали в том числе, это вопрос сегодня развития пронесновения интернета, пронесновения связи на территории Кировской области. в том числе это программа тоже в том числе малое населенное 2025 пропускная способность сетей 97% российских домохозяйств должны иметь широкополосный доступ до интернет через 8 лет. я хочу сказать Киров уже есть, но с точки зрения устойчивости там модернизация больше миллиарда рублей которые сегодня вкладывают на ключевые операторы связи в Кировскую область она позволит не только сделать проникновение расширение географии устойчивость интернета это качество сигнала связи и сегодня не только ключевые малонаселенные пункты и автодороги это вот ключевое направление причем хочу сказать это частные инвестиции ни копейки денег из областного либо федерального бюджета здесь не выделяется и 1 миллиард рублей это частные инвестиции которые направлены на расширение те самые операторы да и причем для нас принципиально важным является то что вы сегодня создаете равные правильные открытые условия для предоставления услуг связи интернета Кировской области и при этом нужно понимать что один из ключевых заказчиков является госсектор а при госсекторе это открытость и конкурентоспособность мы сегодня эти условия максимально обеспечим что дает возможность являться необходимым условием для того чтобы операторы связи расширяли географию предоставления своих услуг это важно с одной стороны это собственно инфраструктура но ключевым направлением сегодня то что говорил Валентин Николаевич это конечно перезагрузка с точки знаний которые мы сегодня даем по подготовке человеческого капитала или людских ресурсов вот здесь потому что на самом деле мы сегодня несколько отстаем от новых вызовов и сегодня у нас сегодня есть шанс как мы говорили с одной стороны это угроза а с другой стороны это огромная возможность и для Кировской области и для всей Российской Федерации сделать такую правильную с точки зрения конкурентоспособности в рамках мировой экономики за счет качества людей да именно так вот смотрите школьники которые там с гаджетами с телефонами с интернетом на ты гораздо лучше чем мы с вами любого взрослого да они сейчас придут в школу и из школы придут в вузы мы сейчас вот с коллегами обсуждаем скучные не интересные не актуальные лекции так они смотреть и слушать не будут потому что они могут это посмотреть сейчас лучшие курсы онлайн бесплатные на русском языке на английском лучших мировых университетов и если мы не сможем предложить им качественный продукт образовательный то мы потеряем этих студентов эту молодежь они будут учиться где-то не у нас но вы же сможете ну все для этого сделаем ну и знаете ключевое наверное что еще хотел бы оставить направление мы что создаем цифровой экономики ради цифровой экономики она не нужна конечным критерием является все-таки качество жизни граждан и устойчивость вот это качество жизни граждан населения Российской Федерации Кировской области во времени именно здесь мы сегодня собственно должны сделать серьезную мощную перезагрузку по всем направлениям там реальный сектор экономики госуправления и в те же очереди мы всю работу мы здесь проводим перезагрузка в секторе госуправления мы должны сделать максимальную повысить за счет алгоритмов за счет цифровых решений повысить в разы сегодня производительность государственного сектора управления максимально автоматизировать процессы которые можно сделать без участия человека и максимально оставить в госсекторе лиц которые принимают решения и соответствующие дать им подготовку дать им науки знания наборные необходимые знания для принятия этих решений причем они должны еще раз говорю устойчиво быть во времени правильное решение устойчиво во времени сейчас вообще в современном времени в современное время одним из главным ресурсом кроме денег минутам является деньги качество и скорость оказания государственных услуг мы все спешим мы гораздо у нас нет уже времени звонить и заказывать себе такси через оператора нам всем хочется нажать кнопочку и такси к нам приехало и так от самых бытовых элементарных вещей до таких за управлением государством да в будущем приятно автомобиль без водителя а живой водитель будет как дополнительно платная опция например да да а поговорить да вот такая интересная беседа спасибо большое сникает в наше время Валентин Пугач ректор Вятского госуниверситета Александр Зорин исполняющий обязанности министра информационных технологий и связи Кировской области до новых встреч всего доброго спасибо